Не могу сказать добрый день, потому как уже месяц в моей стране идет война. Я Казбек Тедеев, гражданин Украины, проживающий в городе Киев. И то, что я сейчас скажу, уверен, сделает меня изгоем на моей родине в Осетии. Но сказать правду для меня важнее, нежели молчать и делать вид, что ничего не происходит. Я нахожусь в Киеве и являюсь свидетелем и участником войны. Поэтому хочу ответить на вопросы, поступающие от людей, одурманенных российской пропагандой, да и просто людям, переживающим за меня. Многие из вас черпают новости из телевизора. Я же скажу, что вижу воочию. Вам рассказывают о опасных биолабораториях на территории Украины и о том, что бомбы и ракеты выпускают исключительно по военным объектам и нацистам. Откройте глаза. Сообщаю вам, русские войска равняют землей мирные русскоговорящие города Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, где всегда говорили на русском языке. Ими уничтожаются больницы, школы, детсады, жилые дома. Все это, по-вашему, военные объекты, тайные лаборатории? Вот за моей спиной дом в Киеве, куда прилетела ракета. Разве этот дом похож на военный объект или биолабораторию? А недавно в паре кварталов от того дома, где я жил, погибли старики, просто не успевшие спуститься в бомбоубежище. Бомбоубежище, блядь, от русских освободителей в 21 веке. Там тоже прятались националисты и фашисты? Хочу заметить, что я более 10 лет проживаю в Украине. И поверьте мне, уроженцу моей любимой Осетии, лицу с ярко выраженной кавказской внешностью и характерным акцентом, за все годы моей жизни в Украине я никогда, подчеркиваю, никогда не сталкивался с агрессией или дискриминацией в свой адрес, связанной с моей внешностью, национальностью или языком, на котором я изъясняюсь. Я спокойно езжу по Украине, учился в Харькове, в декабре гостил у друзей во Львове, работал в Киеве. Украинцы – доброжелательный и гостеприимный народ. Я никогда не слышал свой адрес таких оскорблений, как хач, зверь, черножопый, чурка. Но я хорошо знаю о сложностях с арендой жилья в Москве лицам неславянской национальности. Или фразу «Россия для русских, Москва для москвичей» тоже придумали украинские националисты. Пусть мне скажет дагестанец, чеченец, кабардинец, армянин, грузин или азербайджанец, проживающий в Украине, о том, что его притесняли в Киеве по национальному признаку. Уверен на тысячи процент, что такого не найдется. Для каждого из нас Украина стала вторым домом. Любимым домом. Так ответьте мне на мой вопрос. Где фашисты, нацисты и ксенофобы? Мне задают вопрос о Доме профсоюзов в Одессе убийства писателя и журналиста Бузины. Я не буду утверждать, что в нашем государстве нет проблем. Все идеально и справедливо. Да, проблемы есть, но это наши внутренние проблемы. И мы сами, своими силами с ними разберемся. А теперь мне ответьте на вопрос. А что с расследованием массового убийства в школе Беслана в 2004 году? Все ли виновные лица установлены и наказаны? Кто из должностных лиц был привлечен к уголовной ответственности? Или вы забыли, сколько лет расследовалось убийство полицейскими в отделении полиции города Владикавказа? Простого осетинского парня, отца двух детей Владимира Цкаева. Вам в своем глазу бревна не видно? Расследуйте свои бесчеловечные преступления. А мы здесь, в Украине, будем вас расследовать свои, без вашей помощи. Вы как мантру повторяйте про 8 лет на Тонбассе. Хочу напомнить вам о Чечне в 90-х годах. Когда эта республика решила выйти из состава Российской Федерации и получить независимость. За годы чеченских кампаний, наверное, тоже освободительной, Россия применила ковровые бомбежки, массовые этнические чистки, что привело к огромному количеству человеческих жертв. Разве вы не видите двойные стандарты российских властей? Почему в Чечне желание местных жителей отделиться от России было жестоко подавлено, а желание Донецкой и Луганских областей отделиться от Украины не только приветствуется, но и активно поддерживается Российской Федерацией? Разве я не прав? Отвечаю на ваш вопрос. Все эти 8 лет Украина борется за свою территориальную целостность, параллельно пытаясь найти мирные пути урегулирования конфликта на Донбассе. Подчеркиваю, мирные пути. Ребята, люди, очнитесь. Вы истребляете мирное население, мирной страны. Вам говорят, что это спецоперация и ее цели священны, сравнивая ее с Великой Отечественной войной и борьбой с фашизмом. Так скажите мне, пожалуйста, в каких полках служат сыновья премьер-министра Российской Федерации Мишустина, дети друзей Путина, Ротенбергов, бывшего президента России Медведева, депутата Мизулина и против чиновников? Они воют на фронте так же, как же мы воевали в годы Великой Отечественной войны, дети Хрущева, Сталина, Микояна? Или эта война не так уже священна и своих детей им жалко? А вы, блядь, воюйте, нарожайте еще челядь. Вам не странно, что 145-миллионная Россия защищается от 35-миллионной Украины на ее территории? Или Скобеева, Соловьев и другие пропагандисты вообще выключают вашу логику? Ради чего развязали эту кровополитную войну? Куда вы вторглись, гребаные освободители? В чужое государство со своим порядком и президентом, которого избрал и поддерживает весь украинский народ? Дайте нам спокойно жить и развиваться в своей стране. Большая просьба к освободителям. Отъебитесь от нас!